Меня зовут Юрий Саруханян, я из Ташкента, я являюсь выпускником школы молодых аналитиков Хаба-Рейша, и сегодня я принимаю эстафету у Анны и буду вести очередной вебинар в рамках серии вебинаров Хаба-Рейша, посвященный теме аналитика «Фильтр информационных потоков». Я должен вам сказать, что я не являюсь ученым-аналитиком или политологом, я больше занимаюсь и специализируюсь международными отношениями, то есть занимаюсь тем, что вышеназванные профессии называют такая «лайт-аналитика», потому что для них все тексты, которые не содержат понятия концепции, парадигмы, теории, являются таким лайтовым. И сегодня я хочу поговорить о том, для чего нам нужно аналитическое мышление, чтобы ориентироваться в информации и потоках информации, в которых мы с вами живем. Сегодняшний наш разговор мы поделим условно на три части. Сначала я расскажу о том, в принципе, что такое аналитика в моем понимании, для чего она нужна. Потом мы поговорим об информации как таковой, которую я считаю главным сырьем для производства любого аналитического материала. И потом я отвечу на ваши вопросы. Давайте я расскажу так. Я на вопросы буду отвечать после того, как выступлю. И... Да, я тут вижу, что я исчезаю временами. Спасибо. После того, как я выступлю, и я буду так следить за чатом, краем глаза, исключительно для того, чтобы понимать в эфире я или нет. Итак, для начала я хотел бы просто рассказать о том, как я понимаю термин аналитик и как я вижу вообще весь сам аналитический процесс. Ну, вот этого персонажа вы, наверное, все знаете. Я думаю, что он всем хорошо известен. Дело в том, что по моим наблюдениям в последнее время понятие аналитик, оно приобрело даже несколько отрицательные характеры, отрицательные значения. Потому что все связано с тем, что мы все живем в русскоязычном пространстве. И с 2014 года то, что творится в медиапространстве русскоязычном, создает очень негативный образ экспертов, потому что головарящие головы, которые круглые сутки выступают и постоянно о чем-то говорят на очень различные темы, они как-то немножко опошлили понятие экспертизы, понятие экспертов и вообще профессию саму аналитиков. Но надо понимать, что говорящие головы, которых мы часто видим, они не являются аналитиками на самом деле. Любой человек должен и может развивать аналитическое мышление. Ну, банально это нужно для того, чтобы сопоставлять какие-то факты и какие-то сведения, которые мы постоянно получаем. Но вместе с тем аналитик – это человек, который специализируется все-таки на какой-то конкретной сфере, конкретном секторе, за который он отвечает. И именно этот сектор он может рассматривать с различных точек зрения. Поэтому если вы где-то в медиапространстве встречаете людей, которые утром рассуждают о внутриполитической ситуации восточного Тимора, а вечером рассуждают о влиянии коронавируса на экономику Нигерии, то есть надо понимать, что это абсолютно не аналитическая сфера, и человек просто занимается медиабизнесом. Но вот все эти проблемы, которые происходят в последнее время в медиапространстве, они привели к тому, что у людей возникает, в принципе, у всех обывателей, логичный вопрос – зачем вообще нужны аналитики, для чего нужно это аналитическое мышление, если, в принципе, нам рассказывают то, что мы и так видим, то, что мы и так понимаем. На самом деле аналитическое мышление, оно нужно каждому на всех уровнях общественной жизни и даже на бытовом уровне. Я сейчас рассмотрю два аспекта – это зачем аналитическое мышление нужно обывателю и зачем оно нужно на государственном уровне. Итак, казалось бы, зачем аналитика простому человеку, который не связан никак ни с какими аналитическими структурами, исследованиями и так далее. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что оно нужно для того, чтобы не продаваться манипуляциям. Мы живем в мире, в котором манипуляции информации стали просто топовым инструментом ведения внешнеполитической борьбы. Во-вторых, здесь мы говорим с вами об аналитическом мышлении, то есть об умении сопоставить факты и усваивать информацию, которая предоставляется. То есть это все нужно для того, чтобы иметь какую-то объективную картину происходящего вокруг и не быть жертвами каких-то фейков, пропаганды и так далее. То есть обывателю, грубо говоря, аналитическое мышление нужно для того, чтобы уметь определять достоверную информацию и уметь делить эту достоверную информацию от фейков, которые его окружают. Ну, сейчас у нас эпоха коронавируса, и, конечно, фейки, которые распространяются посредством различных мессенджеров и телеграм-каналов, они показывают, что этим общественным мнением обывателей можно манипулировать очень легко. И я думаю, что в каждой из наших стран был этап, когда после какого-либо фейка люди сносили в супермаркетах всю продукцию, ожидая апокалипсиса. Я вот это перечислил то, что, на мой взгляд, наиболее важно. В ходе дискуссии мы с вами сможем дополнить и расширить этот список. Для чего нужна аналитика на государственном уровне? На государственном уровне аналитика приобретает особую важность, потому что, по сути, она является, ну, а точнее, она должна лежать в основе всех принимаемых решений. То есть решения на государственном уровне должны приниматься не по прихоти политической элиты или руководства, не по каким-то сиюминутным их озарениям, а только на основе глубокого и масштабного анализа, который должны приводить аналитические центры, государственные ведомства и так далее. Благодаря этому руководство может, должна сформироваться поликтивная картина внутриполитического состояния страны, внешнеполитических процессов. Все, что их окружает, руководство может правильно оценивать какие-то потенциальные риски принятия решений, потому что если вы принимаете какое-либо решение, не оценивая эти риски, вы рискуете попасть в очень сложную, государство рискует попасть в очень сложную ситуацию. Кроме того, аналитика позволяет исключить однобокость в процессе принятия решений, то есть когда центр принятия решений является единственным, ну, не знаю, допустим, аппаратом президента, а все остальные ему прислуживают. Ну и прогнозировать обстановку – это тоже очень важно, потому что любой анализ всегда должен содержать прогноз того, что будет и того, как надо реагировать на те или иные процессы. Я помню, что Киссинджер в своих воспоминаниях о том, как он работал в администрации президента Никсона, он писал о том, что обсуждая какой-то из вопросов в ходе этого обсуждения, на стол к Никсону легли четыре разные аналитические записки. Я сейчас точно не могу вспомнить, кто там был, но это условно Госдеп, безусловно, это администрация самого Никсона, это Пентагон, ну и кто-нибудь из спецслужб. Эти аналитические записки, они могли диаметрально отличаться, быть диаметрально противоположного друг другу мнения о том, принимать решение или нет, и какие последствия могут быть у данного решения. И вот в ходе вот этого всего обсуждения в итоге принималось все-таки решение, делать так или не делать так. Говоря об аналитике на государственном уровне, важно отметить, что на самом деле аналитика на государственном уровне востребована только преимущественно в демократиях и в странах с такой адекватно и рационально функционирующей системой государственного управления. С чем это связано? Это связано, на мой взгляд, с тем, что в этих странах оценка политической элиты, она происходит во время выборов. То есть если политическая элита в решениях допускает много ошибок, в следующих выборах команда, которая была у управления, она рискует проиграть и уйти с политической арены раз и навсегда. В авторитарных странах, в странах, где существует очень жесткая вертикаль в процессе принятия решений, в иерархии принятия решения, аналитика как таковая не востребована. То есть решение принимается по умолчанию наверху, а все, что удел аналитики, это в принципе просто презентовать это решение общественности, грамотно его обставить, похвалить и сказать, насколько оно важно именно сейчас и почему это решение было принято и зачем всем ему следовать. Мы с вами в высокие дебри сегодня лезть не будем, остановимся на более таком бытовом, скажем так, уровне, на уровне, можно даже сказать, от отбывателя до просто человека, который, может, начинает свою аналитическую деятельность. Так, что такое аналитика в моем понимании? Я тут набросал небольшую схему. Допустим, вот у нас есть событие 1 и у нас есть событие 2. Они как-то друг на друга влияют, что приводит к последствиям. Где в данном случае будет, в чем заключаться задача аналитика? Задача аналитика, на мой взгляд, вот здесь, вот в этих стрелочках. То есть ему нужно понять, как, почему, в какой мере события 1, события 2 друг на друга влияют, каким они приводят к последствиям сами и как их общие последствия приводят к чему-то более глобальному. Конечно, аналитика может находиться и вот просто в событии 1, рассмотреть, почему оно произошло. Потому что не надо забывать, что каждый из этих пунктов, оно само является последствием двух других каких-то понятий или других каких-то событий. Поэтому в процессе аналитики, то есть любые процессы, государственные или геополитические и так далее, даже бытовые, они состоят из очень многих факторов. И задача главной аналитика в том, чтобы четко определить предмет. То есть в нашем данном случае предмет лежит не вот где-то здесь, он конкретно лежит вот здесь. То есть если вы определяете камер на предмет, то все, ваш анализ получится. Если же этого не сделать сразу, то можно уйти в какие-то дебри. И я вижу по поводу курсора, я буду устно говорить, куда этот курсор показывает. Можно уйти в дебри и сделать ложные выводы или просто выдать какую-то бесполезную аналитику. Я рассмотрю вообще весь аналитический процесс, как я его вижу, этот аналитический цикл, на примере, на таком мощном примере. Я уже сказал, что я занимаюсь международными отношениями, и мы рассмотрим пример Центральной Азии. Вот, допустим, вам хочется рассмотреть Центральную Азию на различных уровнях. То есть это акторы, система и уже глобальный уровень, глобальный контекст. Как я это вижу? Начнется все вот тут. Я очень люблю карты, как любой франкофон. Вы читали в описании, что я учился во Франции, потому что карты, на мой взгляд, иногда показывают больше, чем любой текст. Итак, как мы будем анализировать Центральную Азию? Мы посмотрим на карту Евразии, и первым делом мы определим, где наш предмет анализа. Вот он, наш предмет анализа. Пять центрально-азиатских стран. Здесь, конечно, могут быть разные вопросы у всех. Пять ли, как рассматривать Центральную Азию, где ее границы. Но в данном случае, и в моем понимании, Центральная Азия – это наши пять станов. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем вот такой вот процесс, который называется Zoom. Я вот нашел, к счастью, такую картинку. То есть мы максимально приближаем предмет нашего анализа к своим глазам, чтобы рассмотреть, что там происходит. Мы абстрагируемся от всего остального и пытаемся понять, какие процессы происходят в нашем предмете анализа. То есть может быть внутриполитические процессы, может быть ситуацию на границах между странами Центральной Азии. Мы рассматриваем, как они друг к другу относятся, и в принципе, что они делают. Вот мы ее максимально приблизили, рассмотрели. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем вписывать предмет нашего анализа в различные контексты. Я, к сожалению, в интернете нету карт Центральной Азии по отдельности с каждым из соседей, но вот эта общая карта, она символизирует именно этот процесс. То есть мы рассматриваем связи Центральной Азии, условно говоря, с Китаем, с Россией, с Ираном, с Южной Азией. И если мы рассматриваем шире, то мы рассматриваем уже Южный Кавказ. Что мы делаем после этого? После этого нам надо вписать в контексты, которые влияют непосредственно на Центральную Азию. В данном случае это будет первым контекстом, будет Евразийское сообщество, да, это ЕАЭС. Потому что, если вы обратите внимание, наша карта уже изменилась. То есть Центральная Азия в данном случае оказывается уже поделенной. Казахстан и Кыргызстан входят, Туркменистан, Таджикистан не входят, Узбекистан пока не входит, но колеблется и держится. Следующим контекстом, который будет важен для Центральной Азии, это ШОС. Мы видим, что опять карта поменялась. То есть уже более масштабный глобальный какой-то продукт, какой-то проект более масштабный. Кроме того, мы видим, что снова белое пятно Туркменистан, который не входит в этот ШОС. Ну и для Центрально-Азиатского контекста важен ОДКБ, потому что это военно-политический союз. И вновь у нас изменилась граница Центральной Азии, потому что к тем, кто вступил в ЕАЭС, добавляется Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Они являются членами этой организации. То есть мы видим, как различный контекст, который окружает предмет нашего анализа, может менять вообще саму суть нашего предмета. И, безусловно, это надо учесть во внимание при нашей работе. После того, как мы исследовали все эти контексты, мы снова смотрим на наш предмет уже отдельно, делаем выводы, вписываем его обратно, кладем, точнее, туда, откуда взяли. Вот на этом как бы наш анализ закончился. Детали уже, и вопросы, которые у вас будут возникать по этому поводу, я освещу после. Теперь перейдем непосредственно ко второй части. Это культ информации. Я назвал его так, потому что считаю, что информация – это главное сырье аналитического процесса, и о ней мы будем разговаривать сейчас. Какие у нас источники? Ну, я думаю, вы все с источниками знакомы. Новостные сайты, мессенджеры, соцсети, официальные сайты, министер следом, статистика, международные исследования, аналитические статьи. И все это очень важно для нашего анализа, для аналитики, которую вы, может быть, готовите. Я бы хотел остановиться чуть более подробно на двух из них. В первую очередь, это мессенджеры и соцсети. Это абсолютно новые источники информации, так называемые новые медиа. Кабар, кстати, делал очень хорошее исследование на эту тему. Если кто не читал, почитайте обязательно. И с одной стороны, мессенджеры и соцсети, они сделали доступность информации намного проще. То есть они расширили круг охвата, благодаря им информация разлетается буквально за секунды. Но с другой стороны, на них лежит условная вина, но я не могу, и мы не можем их обвинять, но все-таки они стали так же, параллельно с тем, как они и распространяют обычную информацию правильную, они распространяют еще и фейки. То есть через них охват любой пропаганды и любого фейк-продукта, он расширился. Информация является нашим главным инструментом. Я снова сделал вот такую небольшую визуализацию. Я не лучший визуализатор, но сделал как мог, чтобы вам объяснить. Вот круг – это предмет нашего анализа. Маленькие лазурные кружочки – это информация. То есть этим я просто хотел визуализировать то, что информация может являться центральной для нашего предмета анализа. Она может быть вот тех, которые на границе находятся, она может быть такой опосредственной, которая как бы важна, в принципе, не особо важна, но ее стоит рассмотреть для того, чтобы насытить свой анализ чем-то. И она может быть так же вообще никак не быть связана с нашим предметом, то есть она бесполезна. Если вы ее начинаете использовать для того, чтобы проанализировать что-то, то ни к чему хорошему это не приведет. При работе с информацией у нас есть несколько врагов. Я отметил пять. Это фейки, это фальсификации, это манипуляции информации, это искажения информации и это теории заговоров. О них мы чуть-чуть подробно поговорим. Я буду приводить примеры с теми, которыми все мы сталкивались, или я отдельно сталкивался в ходе работы, которые меня именно зацепили тем, как они были проделаны. Итак, здесь три картинки. Я думаю, все из вас их прекрасно знают. Первая картинка я выбрал, ну это символ, где вы видите женщину с репортажа Первого канала. Это, на мой взгляд, символ фейка, главного фейка последних лет, когда в летом 2014 года вот эта беженка из Украины рассказывала о том, как славянская армия, украинская армия, которая туда дошла, распяли маленького мальчика. То есть она это говорила очень так ярко, в подробностях выявили, как Иисуса и распяли. Датируется, как я сказал, 2014 годом. Это тип фейков, которые используются в информационной войне между враждующими странами. То есть, в принципе, когда идет война, очень сложно проверить что-то, было или не было. И когда идут такие военные противостояния, само настроение народа, оно очень, народ очень напряжен. И его мнением очень удобно манипулировать. Этот фейк, у него были две такие таргет-группы. Первое – это религиозные люди. Второе – это, в принципе, масса российского общества, потому что там 9 мая является культом. И не только, кстати, в России, в наших странах. То есть такие аналоги с тем, что фашисты делали в свое время в деревнях, в которые они заходили, то есть расстреливали, вешали, казнили, был приведен специально для того, чтобы население как можно сильнее расшатать и этот градус поднять. Ну, религиозные люди, понятно, потому что женщина рассказывала, как на доске, прибивали, как Иисуса и так далее. Понятно, что вот эта самая новость у людей, которые, в принципе, мало-мальски могут думать, она должна была вызвать и вызвала недоумение, потому что представить в 2015 году сам процесс, как люди вбивают гвозди в какую-то доску и поднимают ребенка на дыбы – это очень сложно. Кроме того, несколько изданий, в принципе, оно провело проверку этой новости, но, опять-таки, здесь есть предел погрешности, потому что любой производитель фейка может просто взять и сказать, что врете вы, а не мы. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это фальсификация данных. Для нее я выбрал вот эту картинку. Я думаю, вы тоже прекрасно знаете этого господина, Колин Пауэлл. Он доказывает Совбезу ООН, что в Ираке есть ядерное оружие, химическое оружие, и что операция против Саддама должна быть осуществлена. Вот эта пробирка, которую он держит, с якобы какими-то образцами химического оружия, которые могут уничтожить, там, он сказал, половину белого дома, если я не ошибаюсь. То есть тогда в докладах своих американские спецслужбы совместно с британскими фальсифицировали данные для того, чтобы оправдать вторжение в Ирак. К чему приводит фальсификация данных? Ну, к большим геополитическим катастрофам, за которыми мы, собственно, наблюдаем и сейчас. Третья картинка, которую я выбрал, это, я думаю, тоже вы все видели ее. Папа Римский целует руки мировому правительству, датируется тоже 2015 годом. Это картинка для любителей теории заговора. То есть, ну, вот все эти конспирологи, они периодически фейки какие-то пускают в сеть. Здесь было сказано, что Папа Римский целует руку Ротшарду, Рокфеллеру и так далее. Ну, проверяется этот фейк очень просто. Ну, человек, которому банально интересен сам процесс, вобьет в Google Ротшальд или Рокфеллер, посмотрит лица, увидит, что они не совпадают. Если кто не знает, эта картинка была сделана. И, кстати, она взята скриншотом с репортажа Евроньюз, когда Папа Римский в Иерусалиме, отмечая годовщину Холокоста, целовал руки пострадавшим гражданам, пострадавшим евреям в тот период. То есть никакого отношения к тайному правительству это не имеет. Более того, ну, если бы тайное правительство и целование рук Папы Римского имело место быть, то вряд ли это показывал бы Евроньюз. То есть уже здесь нестыковка, которую вы можете проверить. Сейчас мы с вами живем в очередной эпохе фейкопада, связанной с коронавирусом. Я думаю, вы все слышали про инфицированные бананы, прочие овощи, посылки с Алиэкспресс. Вы все, наверное, прослушивали аудио в мессенджерах о том, как братья, сестры, тети, дяди, тех, кто работают в больницах, им рассказывают о том, что там куча народу уже лежит, и что надо сидеть дома, надо запасаться продуктами и так далее. Ну, и про золотой миллиард, который хотят оставить благодаря коронавирусу, я думаю, вы тоже слышали. Это очередные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в информационном поле, и которые мы должны очень тщательно и грамотно анализировать, чтобы не попадаться на них. Что касается фальсификации данных, я хочу еще... У меня есть еще один пример, но я сейчас его пропущу, потому что мы немножко потеряли время вначале, и если что, мы вернемся к нему чуть позже. Давайте я перейду к темам, которые мне прям... к врагам, которые мне нравятся больше всего. Это манипуляция информацией. Манипуляция, она не всегда подразумевает наличие неправды или лжи, то есть какого-то фейка. Иногда в ее основе закладывается вполне реалистичный кейс, просто подается он так, как выгодно тому, кто ее осуществляет. Вот обратите внимание на вот эту новость. Название этой новости, оно сделано, кстати, очень грамотно, но другие местные, некоторые медиа, они сделали его совершенно по-другому. Но нас интересует, в частности, третий абзац, второй после того, как написано 2 октября. Там написано, я расскажу контекст, Валентина Матвенко приезжала в Узбекистан в октябре 2019 года, и в ходе переговоров с нашими чиновниками, она в законодательной палате, кстати, она объявила, что президент Мерзиоев уже принял решение о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, вопрос прорабатывается, ну и все всячески его приветствуют. Вот тут содержится элемент манипуляции, который, кстати, российское руководство, оно очень часто в последнее время использует, выдавать еще не свершившийся факт за уже свершившийся, чтобы оказать дополнительное давление либо на политическую элиту, либо как-то растормошить общественность. То есть Узбекистан на тот момент начал рассматривать вопросы о сотрудничестве с ЕАЭС, а как бы один из топовых российских чиновников заявляет прямым текстом, что уже принято это решение, как бы, ну, это вопрос времени. Узбекистан вступит в ЕАЭС. То есть здесь, с одной стороны, оказывается давление на политическую элиту, как я уже сказал, с другой стороны, немножко нагнетается обстановка в обществе, потому что, как вы понимаете, после такой новости те, кто за ЕАЭС, начинают усиленно радоваться, те, кто против, начинают еще больше беситься, и, собственно, в обществе назревает конфликт. Следующей темой, которую я хотел бы осветить в рамках манипуляции, это снова коронавирусный тренд. Один из очень хороших примеров манипуляции общественным мнением сейчас происходит прямо сейчас. Некоторые очень сочувствующие, скажем так, Китаю эксперты и СМИ, они активно публикуют много информации, такой хвалебной, о том, как китайское правительство и компартия победила коронавирус. И, как бы, в назидание всем остальным. Вот все проваливаются, а они победили. И при этом абсолютно игнорится тот факт, что, как бы, из-за того, что китайское правительство изначально не предприняло никаких мер и прессовало своих ученых, экспертов и врачей, которые трубили о том, что появился новый вирус, и надо что-то делать, все умалчивают. И если бы, как бы, не это, мы бы сейчас все не сидели на карантине, и я бы не вел здесь вебинар, и мы бы его не слушали. То есть это говорит о том, как работает, как осуществляется работа с тем, чтобы создать выгодную тем или иным политическим кругам картинку и предоставить ее, внедрить в сознание людей то, что вот самый лучший пример борьбы, допустим, с коронавирусом – это китайский пример. При этом мало кто говорит о том, что в той же Германии, в Южной Корее, в Японии, в скандинавских странах до такого кошмара, как в Китае, допустим, даже по официальным данным, в принципе, и не доверило правительство. То есть оно предприняло такие превентивные меры, которые позволяют ей более-менее сдерживать. И несмотря на рост инфицированных, который так или иначе будет, как-то нагрузка на медицинский сектор, она достаточно остается низкой. То есть вот отличный пример манипуляции сознанием общественным, в котором мы сейчас живем. Бывает еще такой враг, как искажение информации. То есть искажение, оно бывает умышленным и бывает неумышленным. Здесь умышленное искажение информации – это снова манипуляция, а неумышленное – это может быть отсутствие профессионализма в чем-то, может быть немножко какие-то просто технические ошибки. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на скриншот, который звучит «Глава Пентагона отменил визит в Узбекистан из-за коронавируса». В фуллскрин нашу презентацию, то вы увидите дату – 11 марта. Все узбекские медиа, в принципе, дали вот этот заголовок – 11 марта. Напомню, в Узбекистане первый зарегистрированный случай коронавируса был 15 марта. Я лично, когда вот 11-го увидел этот заголовок, я как-то, мне стало немножко… У меня возникли вопросы к этой новости. Я открыл оригинал заявления, собственно, Пентагона, в котором говорится, что оказывается, глава Пентагона, он отменил международную серию визитов в связи со ситуацией в мире с коронавирусом. И он отменил серию визитов, в которую входила Индия, Пакистан и Узбекистан. То есть, если мы обратим внимание на сам заголовок, то кажется, что глава Пентагона что-то знает, и поэтому не приезжает в Узбекистан. А если мы докопаемся до первоисточника, мы увидим, что ничего такого в нем не содержится. Но, кстати, вот подобного рода новости, они очень активно в дальнейшем, когда проходит определенное время, используются, опять-таки, любителями теории заголовок, потому что они вот в беспрецедентной такой своей безапелляционной манере вам докажут, что, словно говоря, в Узбекистане первый зарегистрированный случай был 15 марта. Однако, обратите внимание, глава Пентагона отменил свой визит в Узбекистан уже 11 марта. Совпадение, не думаю. То есть, классический сценарий будет после этого. И еще один пример искажения информации – это пример того, как недостаточная база изначальная может привести к искажению. Я думаю, вы все узнали телеграм-канал. Это телеграм-канал Венедиктова. Я специально сделал скриншот с датой. Это январь, 20 января этого года. Вот обратите внимание на последний его месседж. А правительство Узбекистана ушло в отставку. Бывает. С одной стороны, кажется, что ничего особенного в этом нет. С другой стороны, вы все знаете, что это период, когда в отставку внепланово отправил свое правительство Владимир Путин. И он, собственно говоря, начал этот процесс с изменением Конституции. И Венедикту, видимо, в этот момент попалась новость о том, что правительство Узбекистана ушло в отставку. Опять-таки поясню. У нас были в декабре парламентские выборы. 5 января у нас были перевыборы на ряде, на некоторых избирательных участках, на которых во входе первого тура не набрали кандидаты достаточное количество голосов. И после этого по Конституции, когда формируется новый парламент, перед ним правительство слагает свои полномочия. Парламент, победившая партия в ходе выборов, выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра. И, собственно, он уже там формирует новое правительство. В нашем случае это просто переназначить тех, кто уже занимали свои посты. Но все-таки, как-никак, нужно соблюдать эту процедуру. И что и произошло 20 января. То есть 20 января правительство ушло в отставку, если я не ошибаюсь, 23 уже было переназначено. Венедиктов, он в принципе мог и не знать об этом. Он просто увидел, ему в его контекст совпали просто эти новости. И мне мой один знакомый прислал вот это именно, его вот это сообщение и написал, ничего себе, Мерзеев решил, как Путин тоже избавиться от правительства и что-то обновить. На что мне пришлось объяснять, что здесь нет никакой сенсации. Просто происходит протокольная процедура, которая не стоит вообще никакого внимания. Но вот если вы посмотрите, там 63 тысячи человек прочитало этот твит. Но я думаю, что большинству там в принципе не особо было интересно, но вот подобного рода информация, она может, если кто-то ее будет использовать потом при анализе, создать абсолютно ложный посыл и ложную базу заложить в сам процесс анализа. Потому что как бы события с тем, что происходило тогда в России с отставкой правительства, никак не связаны. Но люди могут это связать и, собственно говоря, это все закончится не очень хорошо для аналитики. Итак, что нужно делать для грамотной работы с информацией? Я выделил несколько пунктов. В первую очередь я хочу сказать, что совершенно точных каких-то прям источников, ну нет такого списка, достоверные источники. Сайт из достоверной информации. Есть сайты с признанной репутацией, есть сайты и новостные источники, скажем так, с подпорчившейся репутацией. Есть источники, у которых репутация всегда была, ну всегда была окрашена в желтый цвет. То есть выбор источников информации – это наш персональный выбор. Для меня, например, идеальным источником информации являются сухие новости. Ну, один из моих любимых сайтов – это Евроньюз. То есть просто новость. Условно говоря, президент страны X поехал в страну Y, там он провел переговоры с его руководством, заключил такие договоры, в ходе переговоров было сделано то-то, то-то, то-то. Все. Вот эту информацию вы получаете, и дальше вы начинаете уже сами думать, почему он поехал туда, почему он провел переговоры именно с теми, условно говоря, зачем он подписал такие договоры, зачем он подписал, не подписал, или почему он не подписал другие договоры. То есть сухая информация, ну для меня лично, является наиболее классным источником для того, чтобы с ним работать. Что нужно для того, чтобы не попадаться в информационные ловушки? Ну, во-первых, факт-чек. Вчера Анна сказала, что, она сказала так про исследователя, я скажу так об аналитиках. Аналитики должны быть немножко недоверчивыми, они должны быть чуть-чуть скептиками при работе с информацией. Это не значит, что надо превращаться вот в параноиков, которые ни во что не верят. Это удел сторонников теории заговоров. Но банально, когда вы видите какую-то информацию более-менее резонансную, надо в нее вчитаться, проверить. Факт-чек, конечно, очень занудное занятие, потому что надо постоянно докапываться до первоисточника. Но это вынужденная мера, потому что если вы хотите сделать грамотный анализ, то докопаться до этого первого источника, который запустил какую-то информацию, очень важно. А дальше вы уже поймете, в принципе, что с ней делать. Второе. Ну, кстати, вот факт-чек, он не позволяет запускать условные, даже не фейки, а искажать информацию. Ну, вот, допустим, пример с Помпео, который я привел. Если бы наши новостные сайты, они более внимательно бы прочитали то, о чем идет речь, или, в принципе, вот мы увидели эту новость, и мы начинаем докапываться. Так ли это или не так? Действительно, только ли в Узбекистан он отменил свои визиты за коронавирус? Или все-таки это общая тенденция? Второе, что нужно делать, это правильную информацию обрабатывать. Сама информация, я снова повторюсь, она просто является сырьем. Чтобы она начала превращаться в аналитику, с ней надо работать. То есть, условно говоря, вы не можете привезти самосвал с кирпичами, вывалить их на землю и сказать, что у вас есть дом. То есть с ней нужно работать, нужно сопоставлять данные, нужно делать какую-то причинно-следственную связь между ними проводить, нужно понимать, почему это случилось, в каком контексте это случилось и что на это повлияло. Ну и чтобы это происходило хорошо, собственно, информацию надо обогащать, сухую информацию дополнительными данными. Для этого, как я уже в предыдущем, до этого в слайде говорил, есть исследования, есть статистические данные, есть, условно говоря, другие аналитические статьи, то есть статьи других коллег. В-третьих, грамотная подача информации. Это в большей степени, конечно, касается новостных изданий, потому что от того, как они иногда подают информацию, у людей формируется абсолютно разная точка зрения на то или иное событие. Но при этом для аналитиков тоже важно правильно классифицировать информацию и правильно определить, нужна она или нет. Я об этом, кстати, упоминал уже в слайде, где была картинка с предметом и информациями различными. То есть грамотно в итоге все упаковать в хороший продукт и подать – это очень важно. Ну и четвертое – это быть в теме. На мой взгляд, это одна из ключевых аспектов вообще аналитической работы. Я уже сказал, что аналитик, он узкопрофильным является, и поэтому следить за своим сектором надо постоянно. То есть нельзя написать статью, а потом забыть про то, что происходило, и сказать, ну как бы ладно, подожду там два месяца, пусть само что-нибудь происходит. Потому что в современном мире, если вы пару дней выбываете из новостного какого-то контекста, то это приводит к очень печальным последствиям, вы начинаете, перестаете быть в теме. Кстати, вот по поводу этого пункта, очень хороший пример того, что я сказал о Венедиктове. Просто он банально не был в теме. Он не хотел никого обманывать, он не хотел ничем менее манипулировать. Он банально не знал, что в Узбекистане просто происходит процедура передачи, не процедура, а процедура оформления нового парламента, недавно избранного. И поэтому у него получился, вот такая дезинформация у него вышла. Это все, что я хотел бы вам сказать сейчас. Давайте мы поработаем в режиме вопросов-ответов, наверное, и я буду уже дополнять по ходу действия, отвечать на ваши вопросы. Спасибо за вопросы. Ну, Туркменистан мы исследовать можем только опосредственно, но как бы это не наша вина, потому что таковы данные, таковы реалии, точнее. Это закрытая страна, информация из нее поступает очень сжато, и если вы обращаете внимание на любые исследования, то зачастую Туркменистан и Северная Корея входят в разряд стран, нет информации. То есть исследовать Туркменистан очень сложно. Мы можем только исследовать его в контексте взаимоотношений, ну, допустим, с нашими странами. То есть то, что происходит на уровне отношений, допустим, между Туркменистаном и Узбекистаном, дает нам какие-то, дает нам какое-то понимание того, может дать, что происходит внутри этой страны. Так, второй вопрос. Как не потеряться в этих сайтах? У меня нет универсального рецепта. Я бы вам сказал так. Так, это вопрос вашего выбора, в первую очередь. Это вопрос того, каким сайтам вы доверяете. Ну, есть же абсолютно четко понятные сайты с репутацией, которые ясно, что дорожат этой репутацией. Новостные сайты, я имею в виду. Условные там, Евроньюз, Нью-Йорк Таймс, Би-Би-Си. То есть сайты, которые менее всего были когда-либо задействованы либо в пропаганде, либо в каких-то, в распространении каких-то фейков. В целом, чтобы не потеряться в этих сайтах, нужно, опять-таки, быть в теме того, что происходит, и стараться найти как можно больше информации, а потом просто можно сравнивать ее. То есть если вы видите, что какая-то информация появляется с завидным постоянством, и не противоречит радикально другим, то вы можете этому сайту доверять. Вот, спасибо, мне переслали в Телеграм все вопросы. Какими навыками необходимо владеть для того, чтобы эффективно проводить факт-чекинг? Ну, в первую очередь, выдержкой и усидчивостью, на мой взгляд. Это вот самое главное, потому что иногда реально лень залезть и начать проверять что-то, что мы читаем. Второе – это уметь, на мой взгляд, это уметь отделять информацию, чистую сухую информацию от пропаганды. Потому что для факт-чекинга это очень важно. То есть если вы видите какое-то, ну, не знаю, явно пропагандистское сообщение, то вы должны понять сразу, что здесь что-то не так. То есть сухая информация никогда не будет содержать никаких призывов, сухая информация никогда не будет содержать какого-то Акаса и принимать какую-то определенную позицию. Так, как вы думаете, проигрывает ли Центральная Азия в информационной войне? Если да, то кому, почему, какие меры следует предпринимать? Я, в первую очередь, это, спасибо, очень интересный вопрос, на самом деле. Я не думаю, что Центральная Азия находится в каком-то прямо агрессивном состоянии информационной войны, но, скорее, да, информационная война все-таки происходит, ну, мы все знаем, между сейчас главными центрами силы – это и Штаты, и Европа, и Россия, и Китай. То есть там можно, там у них различные комбинации войны с другом, а Центральная Азия, она просто является, скорее, одним из таргет-групп этих информационных войн, потому что все, что происходит вокруг, особенно, когда речь идет об отношениях между Россией и США, Китаем и США, и Россией и Китаем, Центральная Азия является, так или иначе, одной из площадок столкновения их интересов и одной из областей, вокруг которой они ведут эту информационную войну. И я считаю, что противостояние, вот уровень противостояния пропаганде у Центральной Азии очень слабый, потому что слабо развитые местные медиа. То есть у нас, ну, я буду судить по Узбекистану, в принципе, сегмент российского телевидения, он очень силен. И, в принципе, люди не смотрят сутокские каналы особо, они смотрят российское телевидение. Я, вы можете написать в чате, как в ваших странах. То есть здесь Россия полностью выигрывает информационную войну, свою информационную войну, не против Центральной Азии, а в глобальном понимании. И у Центральной Азиатских государств нету никаких ресурсов, чтобы противостоять этому особо, потому что национальные медиа, они пока, на мой взгляд, не могут полноценно заменить то, что предоставляет российская медиа. Кроме того, активировался очень Китай в плане информационной войны. Я опять повторюсь, что то, что происходит с манипуляцией о том, как китайская компартия победила коронавирус, это, на мой взгляд, общий мировой тренд. И в Центральной Азии то же самое. В принципе, они ведут достаточно себя активно для того, чтобы информационное пространство завоевать. Какие меры следует предпринять? В первую очередь, это развивать собственные медиа, потому что пока у населения Центральной Азии не будет альтернативного продукта, то оно будет подвергаться подобным атакам со стороны других. Медиа, кроме того, есть еще фактор поколений. Все-таки обновление поколения, оно сейчас только происходит. Поколение, которое читает новости уже в интернете, не смотрит телевидение и так далее. И у него уже есть чуть больший охват, в принципе, объемов информации, которые она может получить. И в этом контексте нужно, в первую очередь, подождать, чтобы поколение полностью сменилось, и новое поколение уже умело пользоваться всеми инструментами, доступными для получения информации. В любом другом случае, Центральная Азия продолжит пребывать в состоянии такой, ну, скажем так, игрушки, на которую пытаются те или иные центры силы, на которую пытаются влиять те или иные центры силы. Так, я вижу, что еще тут есть вопросы. Сейчас. Есть ли такой мировой анализ относительно уровня давения, что есть множественным порталом, глобал-левелом? Типа больше доверяют BBC и RT. Так, что идет ситуация, пожалуйста. Так, насчет глобального какого-то исследования, я здесь не смогу вам, конечно, точно ответить. На мой взгляд, нет, потому что оно бы выглядело очень странно, уровень достоверности информации на том или ином сайте. А насчет того... Так, спасибо, мне снова прислали вопросы. Спасибо. А насчет того, как, что делать, если информация на первоисточнике дана по-другому? Ну, зачастую нет, но если информация в первоисточнике дается так, что бывают разные трактовки, то тут уже достоверность как бы подвергается сомнению уже самого первоисточника, и значит лучше эту информацию, в принципе, не использовать. Потому что, ну, мне сложно представить ситуацию, при которой адекватный первоисточник дал информацию, которую можно трактовать по-другому как-то. То есть это вопрос уже того трактовок человека, который это осуществляет. Если вы мне можете привести пример, вы напишите в чат. Кому выгодно распространять фейки в WhatsApp? Для чего это делается? Так, в WhatsApp. Ну, фейки распространяются еще в теле... Наверное, это вопрос из Казахстана, где WhatsApp используется больше, чем остальные мессенджеры. Фейки, в принципе, всегда и везде они распространялись для того, чтобы играть с общественным мнением. Иногда этим занимаются, допустим, какие-то группы лоббирования, для которых важно провернуть ту или иную операцию. Сейчас, если мы возьмем, допустим, период коронавирусный, то фейки, они могут и в принципе распространяться непроизвольно. То есть это чисто такая паническая реакция на то, что происходит, и потому что кто-то где-то неправильно трактовал информацию. Но кроме того, что я уже сказал, иногда фейки распространяются для того, чтобы сформировать общественное мнение под ту или иную точку зрения. Ну, допустим, в WhatsApp можно... Не в WhatsApp, а в любых мессенджерах во время каких-либо конфликтных ситуациях распространяется та или иная информация, где те или иные акторы хотят сформировать мнение под себя. То есть здесь есть такой вопрос. Я вижу, что пришло пояснение по поводу первоисточника. Например, если в оригинале в статье речь шла об одном, а пропагандистская СМИ перевела по-своему. И еще, например, переисточников, например, министерства, которые дают непонятные пресс-релизы и баснословные цифры. Так, ну, в первую очередь... Да, эти вопросы два взаимосвязанных. По поводу министерств, которые дают непонятные пресс-релизы и баснословные цифры, то здесь все очень просто. Если министерство, ведомство или какой-то госорган дал непонятную информацию, и эта информация начинает распространяться в СМИ, зачастую этот орган и этот источник даст какие-то пояснения или опровержения тому, что он... Там той информацией и той трактовки, которая она была, зачастую введет какие-либо... Внесет в свою первую информацию какие-либо коррективы. Здесь все очень просто, на мой взгляд, потому что как только тот или иной источник видит, что информация, которую он запустил, она искажается, и если не в этом его цель, то тогда он внесет коррективы. Что касается... Если в оригинале статьи речь шла об одном, а СМИ перевела по-своему, то здесь же все понятно. Если в оригинале речь шла... Если вы столкнулись с тем, что пропагандистская СМИ какое-либо переначила информацию, то вы сами ответили, что в оригинале речь уже шла о другом, и вы вот так можете проверить, то это или не то. Или в чем-то... Да. Но это вопросы уже к первоисточнику. То есть, значит, первоисточник изначально не очень грамотно и не очень четко сформулировал мысль, которую впоследствии можно уже переиначить. Ваш вопрос немножко пересекается с вопросом о, допустим, каких-то официальных госведомствах, которые дают некорректную информацию, и дальше уже раскручивается медиа, и уходит в большое мнение пространства. Как увеличить интерес людей к аналитическому контенту? На самом деле, на мой взгляд, вот прямо сейчас на данный отрезок времени интерес к аналитическому контенту, он, в принципе, возрастает. Я сейчас не говорю о каких-то аналитических изданиях крупных или об каких-то глубоких аналитических статьях. Я сейчас просто говорю о том, что, в принципе, массы начинают понимать, что поток информации, который на них сыпется, он нуждается в каком-то фильтре, в какой-то сортировке, в какой-то, я не знаю, в каком-то анализе. И интерес можно прибивать только, на мой взгляд, тем, чтобы его больше производить. То есть чем больше будет грамотного аналитического контента в медиа, тем больше интерес возникнет у людей. Потому что, на мой взгляд, наши люди, по крайней мере в регионе, уже устали от неверной информации, от искаженной информации. Им хочется больше понимать то, что происходит. Им хочется, чтобы правительство разъясняло какие-то свои действия. Им хочется знать, на что направлено то или иное действие, и, соответственно, растет вот этот уровень потребности. Единственное, чем можно его сейчас поддержать, это производить больше качественного аналитического контента, потому что есть спрос, но нету предложений. Да, есть спрос, но нету предложения. Как только предложение повысится, собственно, начнет уже удовлетворять нынешний спрос, начнет расти интерес к такого рода контенту. Почему в ЦИА не придается слишком большого значения аналитики? Меняется ли статус-кво? На мой взгляд, центрально-азиатские государства пока далеки от того, чтобы требовать какой-то аналитический контент. Его становится больше. В принципе, правительство... Я буду брать пример Узбекистана. Например, в Узбекистане существует определенный запрос на альтернативное мнение. Он появился с недавних пор, но проблема в том, что мы до конца не знаем, учитывается ли это альтернативное мнение при принятии решений или нет. А почему не придается слишком большое значение? Я уже говорил, потому что система принятия решений, она очень жестко централизована и выстроена очень четкая иерархия принятия решений. То есть топ-даун, наверху оно принимается, вниз оно спускается, низы должны его реализовать. А не наоборот, когда, допустим, ведомство, включая независимые аналитические центры, в ходе дискуссии обсуждают какое-то решение, выдают его, а потом уже принимается оно и дальше спускается вниз. То есть у нас процесс вот такой. Он вверх-сверху-вниз идет, и на этом все заканчивается. Зачастую никакого за счет того, какая у нас форма у всех правлений, характер наших политических систем, он больше склонен к авторитаризму. То есть нету ни внутренней оппозиции, во-первых, в принципе, которая бы как-то спорила, и нету, соответственно, независимых аналитических центров, которые бы производили, в том числе по запросу государства, аналитические материалы, чтобы государство само понимало, как, в какую сторону оно движется. Стоит ли делать упор на неоднородность масс при анализе и прогнозе? Если можно, можно уточнить, что вы имеете в виду про неоднородность масс при анализе и прогнозе. Я пока этот вопрос оставлю. Я сейчас буду следить в чате за уточнениями. Как вы можете оценить расследовательскую журналистику как вид аналитической журналистики в ЦА? Если, конечно, вы считаете, что она существует в регионе. Смотря что вы понимаете под расследовательской журналистикой. Если вы поднимаете под расследовательской журналистикой, ну, условный такой навальный стайл, то как бы нет. На нее нету сейчас ни спроса, и у нее, собственно, нету никаких возможностей и перспектив. Но, в принципе, на примере, опять-таки, я буду говорить за свою страну. В последнее время появляется тенденция того, что расследовательская журналистика, если можно ее так назвать, в бытовых таких проблемах, она набирает обороты. То есть там в каком-то районе нету газа уже долгое время, и не подключают чиновники. То есть некоторые журналисты выезжают на места и выясняют, что произошло. В прошлом летом в Самарканде, допустим, во время преддверия фестиваля, почему-то все местные органы власти решили потравить всех бездомных животных. И, в принципе, журналисты выезжали на места, чтобы осветить. Но это, опять-таки, сейчас в Узбекистане сформировалась такая ситуация, что многое можно, но есть темы табу, которые трогать нельзя. Вот в эти темы табу расследовательская журналистика наша не лезет, а там, где можно, то есть органы власти на местах, бытовые проблемы людей, социальные проблемы, она очень прекрасно, в принципе, действует пока, и обороты она набирает. Поэтому я считаю, что она вот в таком формате в регионе существует, но ей есть куда расти, и расти она будет только в том случае, если появится соответствующий, во-первых, спрос у гражданского общества, а во-вторых, соответствующие возможности в политической конъюнктуре. Так. Я пока не увидел уточнение. По поводу вопроса. Поэтому я пишу к следующему. Может ли аналитик называть себя экспертом или наоборот? Это такие очень взаимосвязанные, в принципе, понятия. Аналитик и экспертиза. И, безусловно, аналитик может себя называть экспертом в каком-то вопросе, потому что я уже сказал, что, на мой взгляд, аналитик должен быть узкопрофильным. А любое понятие узкопрофильности – это уже понятие экспертизы. Поэтому и так, и сяк, конечно же, могут. Это два, в принципе, близких понятия. И особо делить их, и категоризировать на то, те или иные, я не вижу в этом особого смысла. В принципе, если человек рационально думает, то, на мой взгляд, неважно, как его называть. Аналитик, эксперт, специалист – это, на мой взгляд, не очень существенно. Как определить, на кого в основном работают аналитические издания? Например, The Diplomate of Foreign Affairs. Ну, во-первых, у них есть то, что называется аффилированность всегда с кем-то. То есть у них есть учредители, у них есть там купечительский совет. Вы можете также обратить внимание, если вы читаете какое-то издание, где его штаб-квартира, условно говоря, это тоже о многом скажет, и какого рода вообще позицию, если оно принимает, оно принимает. Ну, то есть, допустим, вы никогда не спутаете стиль The Heritage, потому что он абсолютно точно и ясно прореспубликанский такой неоконсерватистский. Вы увидите это из его контента, из стиля, которым он апеллирует. То есть, в первую очередь, повторюсь, надо посмотреть, кто является учредителем, надо посмотреть, кто является экспертами, потому что, в принципе, от этого тоже очень много зависит, и какого рода контент и какого рода стиль используется при имя, при написании той или иной статьи. Я переключаюсь снова в чат. В моем Телеграме вопросы закончились. На том костей. Разные по мере ощущений. А, я вот вижу, пришел вопрос, пришло пояснение к вопросу. Спасибо большое. Стоит ли делать упор на неоднородность масс при анализе, потому что, например, в Кыргызстане и Казахстане люди разные по мереощущению и мере пониманию как вариант, в том числе культурные различия. Да, спасибо. Это зависит от того, что вы хотите проанализировать. Вообще, при аналитике не надо никогда унифицировать что-то. И надо всегда как раз-таки на то, что вы говорите, делать, обращать внимание. Потому что, условно говоря, мы живем в одном контексте. И, допустим, я, как гражданин Узбекистана, анализируя что-то происходящее, допустим, в Казахстане, должен смотреть на это глазами тех, кто живет, то есть в Казахстане. Условно говоря, если говорить странами, то анализируя Казахстан, допустим, возьмем его в качестве примера, мы должны смотреть на все происходящее вокруг его глазами. То есть это как раз-таки и устранит ту погрешность, о которой вы говорите, что у всех разное мироощущение и миропонимание. То есть это одна из главных задач аналитиков в том, чтобы посмотреть на мир глазами предмета, который он анализирует. А у Харпер Ли в «Убить пересмешника», если вы помните, была прекрасная фраза, которая вообще должна быть одним из девизов аналитиков, это если хочешь понять человека, войди в его кожу и посмотри на все, что происходит в его коже. То есть, в принципе, если вы при анализе будете учитывать вот этот аспект, то предел погрешности неоднородности масс и разного мира ощущения, он будет устранен. По поводу того, может ли журналист вырасти до аналитика. Ну, во-первых, я считаю, что журналист по умолчанию должен обладать аналитическим мышлением. Если журналист таковым не обладает, ну, как бы он плохой журналист, потому что журналистика, она с аналитикой очень сильно связана. Ну, банально, я вам перечислял очень много примеров того, как не проанализировав ситуацию, можно просто взять и запустить дезинформацию. То есть, здесь очень все взаимосвязано, да, безусловно, может, почему бы ему... Ну, я не очень понимаю, если честно, что значит вырасти до аналитика. Я уже сказал, аналитика – это не какой-то там, не знаю, избранная какая-то каста людей. То есть, если он анализирует и занимается аналитикой, то он станет аналитиком. Качество уже зависит от того, как он над собой работает и какой продукт он производит. Вы сказали, что аналитик – человек узкой специальности, но сейчас нужны еще генералисты, которые дают мнение по обширным вопросам. Как они... кто они, как они формируют такую компетенцию? Кто важнее, специалист или генералист? Спасибо большое за вопрос. Если честно, я очень... может быть, я покажусь немножко консервативным, но вот генералистов как раз-таки я, как вы их назвали, не очень... ну, не очень люблю, можно сказать. Потому что, ну, как... ну, невозможно говорить на все темы в мире. Существуют темы, которые в современном контексте стали взаимозависимыми, взаимосвязанными. И, конечно же, здесь, вот, может быть, вы их имеете в виду как генералистов, генералистов, то тогда, конечно же, это только обогащает специалистов. Но когда человек просто выступает по всем темам подряд, потому что он там прочитал новость и проанализировал, на мой взгляд, это не совсем верно. И этот запрос как раз-таки на общие темы, он и происходит из того, что творится в медиапространстве. Когда просто нужны говорящие головы, которые будут... говорящие узнаваемые головы, которые будут на все темы выступать, они говорят то, что нужно СМИ, СМИ очень с ними комфортно работать, все счастливы. У них большая аудитория, их зовут на любые ивенты. Вы приходите или включаете телевизор, вы видите одни и те же лица, они говорят одни и те же банальные вещи, и как бы вот в такой ситуации все и существуют. Так, стать узкопрофильным... я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Стать узкопрофильным экспертом вы имеете в виду опять-таки журналистов в данном аспекте? Если да, вы мне уточните, потому что я не очень понимаю, на что конкретно было это дополнение. В вашем вопросе, кстати, кто важнее, специалист или генералист, на мой взгляд, специалист. Все-таки он важнее, потому что он занимается темой давно, он в теме, но самое главное для любого аналитика – это не заржаветь, то есть не успокаиваться на том круге знаний или на тех методах, которые он использует. Ну вот в науке, допустим, есть такая вещь, как в политистайлологии особенно, когда человек придумывает одну какую-то теорию, и вот с этой теорией он всю жизнь едет. Вот пример отличный – это Фредерик Старр, который в 90-е придумал, что Центральная Азия – это не пять стран наших, а туда еще входит Афганистан, и вот с 90-х годов до 2020-го он с этой теорией носится и всем пытается ее доказать. Как бы история показывает обратное, но вот он зациклен на этом. На мой взгляд, вот этот пример того, как не надо, что узкопрофильный специалист не должен заржаветь и должен воспринимать тренды, которые происходят в современном мире и постоянно меняться. Журналист способен стать узкопрофильным экспертом, потому что он уже сам является таковым, будучи журналистом, и любой журналист тоже специализируется на каких-то темах. То есть журналист – это все-таки же не обширное понятие, есть журналисты, которые специализируются на экономике, есть журналисты, которые специализируются на даты журналистики, есть журналисты, которые специализируются на социальных вопросах, политических вопросах и так далее. То есть здесь он наращивает свою экспертизу, и, соответственно, он уже может производить какой-то продукт. Я надеюсь, что я ответил на все вопросы и ничего не упустил. Если вопросов больше нет, то, наверное, будем прощаться. Спасибо большое за внимание. Еще раз извините за то, что изначально были некоторые неполадки у нас в эфире. Я хочу сказать, что мой вебинар не последний в рамках серии вебинаров. Еще будут вебинары наших других экспертов. Поэтому я вам вывел на экран. Обязательно 14-15 апреля подключайтесь в это же время, в этом же месте, но по другой ссылке. Мои коллеги, если я не ошибаюсь, из Казахстана и Таджикистана будут вести новые интересные с вами встречи, отвечать на ваши вопросы.